Здравствуйте! В эфире программа «События» в студии Лариса Шалафаст. Смотрите в этом выпуске. Сезон гриппа не за горами. Врачи рассказали, когда ждать пика заболеваемости. Все об историческом событии. В Музее технического лицей к 7 ноября готовят новую выставку. Осенние снегопады в разгаре. В Самаре продолжается уборка снега и наледи. Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют не садиться за руль без особой необходимости. Риск попасть в аварию из-за непогоды очень высок. Выходные обещают в Самаре быть чрезвычайно снежными. За прошедшие сутки в регионе уже зафиксировано 14 дорожных происшествий, в которых 3 человека погибли и 17 получили травмы. Коммунальные службы города продолжают активно чистить дороги, улицы и дворы. Сколько дворников вышло на борьбу со снегом, подсчитал Андрей Горгуленко. С самого утра по городу раздаются стук ледоколов и лязг лопат об асфальт. Из-за ночного понижения температуры на дорогах и тротуарах образовалась наледь. Более 300 человек и 121 единица техники трудятся, чтобы самарцы спокойно передвигались по улицам. С объемом работы городские службы справляются. Правда, иногда встречаются трудности с очисткой обочин. К сожалению, приходится сталкиваться с такими трудностями, как припаркованные автомобили при лодковой части, что значительно затрудняет расчистку проезжей части, в связи с чем возможны именно нарекания по труу автомобилистов. Мы с таким сталкиваемся, мы стараемся работать и устранить данные замечания в процессе работы. Особое внимание уделяется потенциально травмоопасным местам, лестницам, а также недавно отремонтированным улицам. Основные задачи – это обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов. Основной акцент у нас делается на дороги, которые выпущены комплексным ремонтом с последних 2-3 года. Это дороги с хорошим покрытием, хорошими тротуарами. Соответственно, даже зимой их состояние должно быть максимально приближено к идеальному, чтобы люди видели результаты работы, городские службы. А вот во дворах домов уже другие ответственные – ТСЖ и управляющие компании. К зиме готовились так же, как и городские службы еще с лета. Что необходимо, докупили. Что требовало ремонта, починили. Инструменты готовы, инвентарь весь есть, спецодежда есть. Дворники, как говорится, у нас с утра встают, в 5 утра начинают. Мы не даем, чтобы образовался налет. Только снег выпадает, сразу его чистим. Горожане отмечают – ТСЖ к обязанностям относятся ответственнее. В товариществах жители сами контролируют ситуацию. Вот прям зайдите вот в следующую улицу. Ужас, ужас. Там яма на яме, там не проедешь нигде. У нас, пожалуйста, у нас чистота, порядок. Ну, конечно, управляющим компаниям нужно, безусловно, более ответственно. Тем более, что снег уже идет не первый день, а во дворах скользко. Ты из подъезда выходишь, и можно сразу упасть и разбиться. Какие компании более ответственны, знают в департаменте ЖКХ. Они ежедневно, утром и вечером получают точную информацию о работе управляющих компаний. Мы четко знаем, какие управляющие компании в каких районах, в каком количестве вышли на работу, сколько единиц техники в этот день задействовано, сколько дворников у нас работает, сколько бригад кровельщиков чистят кровли. Сейчас в городе дворы чистят 100 единиц техники и около 2,5 тысяч дворников. Работы в ближайшее время им добавятся. Снег, взявший паузу, вернется в выходные с новым циклоном. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. Больше 400 тысяч человек в Самаре уже сделали прививку от гриппа в этом году. Сейчас уровень заболеваемости в 63-м регионе ниже эпидемического порога. Всплеск ожидается к концу января. Обстановку в области специалисты называют благополучной, но призывают не расслабляться. При проявлении первых симптомов не тянуть и сразу обращаться к врачу. Один из наиболее ранних признаков – это острый его начал, острейший начал. Мы говорим о том, что пациент под час может назвать не только час заболевания, он может назвать минуту. То есть больному внезапно становится плохо, он чувствует недомогание, у него отмечается резкий внезапный подъем температуры. Температура поднимается, как правило, молниеносно, всегда до высоких цифр. Детям-инвалидам помогут трудоустроиться после школы. Предложение создать для них систему сопровождения прозвучало на расширенном заседании областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних. В Самарской области реализуется инклюзивная модель образования, когда школьники с ограниченными возможностями здоровья обучаются вместе со своими сверстниками. Однако по окончании профессиональных учебных заведений выпускникам-инвалидам труднее выдержать социальную конкуренцию. У нас в Самарской области уже зачатки, так скажем, есть вот этого сопровождающего трудоустройства, так называемый коучинг. Министерство труда в настоящее время, в этом году, реализует специальную программу по созданию рабочих мест под сопровождение людей с инвалидностью. Это хороший опыт, беда только в том, что этот опыт нужно прорабатывать. Давайте его возьмем, продумаем до конца, просчитаем, и если необходимо унести изменение в закон, значит давайте унесем. У нас их достаточно много, чтобы с ними заниматься серьезно. Если действительно в этом упирается вопрос в нерешении, давайте его решать. Как соблюдаются права заключенных, будет контролировать новая наблюдательная комиссия. В ее состав вошли 14 человек. В основном это общественные деятели. Комиссии предстоит работать три года. Ее участники главным считают тесное взаимодействие с прокуратурой, МВД и ВСИН. Это позволит объективно оценивать ситуацию с соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Будет обеспечена преемственность в работе ОНК, но и с другой стороны принесется что-то, возможно, новое, какие-то современные качества работы в направлении правозащиты. Показателем эффективности работы таких комиссий является отсутствие конфликтных ситуаций в местах содержания осужденных. И я думаю, что по нашей области серьезных претензий на этот счет нет. Состав комиссии взял за основу принцип взаимодействия со всеми структурами, потому что своими едиными силами, как говорится, работу не сделаешь. Поэтому в рамках тесного взаимодействия, которая была налажена в период 2013-2016 год, эта работа выполнялась. Я думаю, мы будем продолжать двигаться тем же курсом. Свой первый юбилей отмечает уникальный Самарский музей. Он посвящен параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. К своему пятилетию музей обновляет экспозицию и готовит новый документальный фильм. Его сняли в экспедиции поискового отряда, который работает при музее. Валерия Макарова продолжит. Однажды его назвали музеем одного дня. С этим в корне не согласны его создатели. В музее парада 7 ноября 1941 года воссоздали военную эпоху. Экспонаты свидетели того времени, истории жизни людей, в судьбы которых вмешалась война. А в центре комнаты макет площади Куйбышева. Это отсюда в 1941 с парада уходили на фронт. 22 тысячи солдат заполнили самую большую площадь Европы. По площади прошла военная техника, а в небе пролетели самолеты. За всем этим наблюдали дипломаты, которые в то время находились в Куйбышеве. От их впечатления зависело на самом деле очень многое. После того парада некоторые страны активизировали помощь СССР, а некоторые отказались поддерживать Германию. В преддверии парада памяти сюда каждый день приходят десятки школьников. Рассказывают о войне и мученики технического лицея, где музей расположен. Для старшеклассницы Яны Поллера это уже четвертая экскурсия за день. Конечно, нелегко признается девушка, но тема такая, что говорить о ней беспристрастно просто невозможно. Вот это в голове просто не укладывается. Вот как люди могли, потому что я сейчас стою в форме, я не понимаю, как люди ходили, вообще в ней дико неудобно. Оружие просто, вот там стоит винтовка, она тяжелая, я ее поднять просто не смогла. А там и дети, то есть как-то бегали с ними, я не знаю. Экспонаты для музея приносят ветераны. Находят их и сами ученики лицея в ежегодных экспедициях. В этом году мы планируем расширить нашу экспозицию, создать такую вот комнату быта людей 41-го года. У нас уже есть помещение, уже есть экспонаты. И вот в следующем году, надеюсь, будем открываться. А уже в этом году музей подготовил для гостей новый стенд о военном параде в Воронеже. И таким образом здесь хотят собрать информацию обо всех трех парадах 41-го года. В Москве, Воронеже и Куйбышеве. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других темах дня. Гендиректор Волжского КБ РКК «Энергия» получил полтора года колонии по делу о хищении 25 миллионов рублей у Роскосмоса. Кировский районный суд Самары вынес приговор Владимиру Рябову за мошенничество при выполнении госзаказа. По ходатайству обвиняемого дело рассматривалось в особом порядке. Известно, что приговор будет обжаловать и прокуратура, которая просила назначить 4,5 года лишения свободы, и сам Рябов, который рассчитывал на наказание без изоляции от общества. Авиарейс «Шереметьево-Самара-Шереметьево» отменен из-за непогоды. В сообщении авиакомпании отмечено, что пассажиры будут доставлены в пункт назначения позже. Кроме того, Аэрофлот объявил о задержке 38 внутренних и зарубежных рейсов. На строительство первой очереди «Гагарин-центр» потратят почти 5 миллиардов рублей. Ее возведение планируют начать в ноябре следующего года, а закончить в 2020 году. Общие затраты на «Технополис» станут известны уже следующим летом, когда определится генпроектировщик и окончатся проектные изыскательские работы. На концерте в Тольятти Филипп Киркоров сбил с ног поклонницу. Видео, которое сняли очевидцы, сейчас активно набирает просмотры в соцсетях. Судя по записи, фанатка подкралась к певцу, когда он находился вместе с подтанцовкой между рядами. В какой-то момент Филипп Киркоров обернулся и женщина упала. Как сообщает представитель певца, инцидент произошел из-за того, что поклонница наступила на плащ артиста. Когда Филипп Киркоров обернулся, женщина потеряла равновесие и упала. Майские указы президента на особым контроле. Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта подвели итоги. Эксперты оценили качество работы исполнительной власти и обсудили общественные предложения. В конце 2015 года различным органам власти направлено почти 100 предложений по вопросам ЖКХ, летнего отдыха детей, создания безбарьерной среды, реконструкции и капитального ремонта домов. Исполнено больше половины. Кроме того, при вмешательстве активистов ОНФ сэкономлено 2 миллиарда рублей бюджетных средств. Мы все понимаем, что жить сейчас стало труднее. Потребительская картинка минимальная стала дороже. Реальные доходы населения упали. И на этом фоне, вот, каждое такое, будем говорить, нерациональное расходование бюджетных средств вызывает большое раздражение у населения. Вот над этим мы и сосредоточимся над этой работой в ближайшем периоде времени. Это еще не вся картина дня. Сейчас к выпуску наши корреспонденты готовят следующие сюжеты. Мечты сбываются. Театр кукол Лукоморья обрел свой дом. Здесь создают двигатели для ракет. Самарские школьники побывали в цехах завода кузнецов. Здесь тоже наведут порядок. В Самаре реконструируют Струковский парк и Волжский склон. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин